Всем доброе утро! Хотя, точнее, добрый день. Время 2 часа. Воскресенье, 14-е. Пеку блины. На этот раз на молоке. Видите? Уже пятый блинчик пеку. Или шестой. Сейчас будем чай пить. Это у нас не обед, это у нас перекус. Смотрите на улице плюс 3 градуса. И пошел снег. Причем такой сильный, я не знаю. Смотрите, видно вам на фоне черного леса белый снег. Ну, небо прям белое-белое. Повалю. Мы только что пришли из кино. Ходили на фильм Russian Youth. Ну, фильм, как вам сказать, средненький такой. Мне понравился в принципе фильм. Ну, я ожидала немножко большего. Ну, в принципе, мне понравился. Вот. Мне уже не понравился, как со фильмом, а мне понравился. Так скажем. Что-то в этом есть. Так. По три блинчика испекла. Хватит нам по три чайку попить. Остальные потом допеку. Сейчас чайку попьем. Ладно, по четыре сейчас сделаю. Кстати, те блины на лимонаде мы еще не доели. Просто мужу они не нравятся. Он не хочет есть. Сладкий не любит. Вот тут остались два куска из этих слившихся блинов. Получился какой-то блинный пирог. Ну, короче, я доем сутрица с кофейком. Не знаю, мне понравились, мужа нет. Конечно, я немножко там с сахаром переборщила. Так как блины были на лимонаде, там не надо было добавлять сахар. Наверное, сейчас чайку попьем, а потом я допеку блины. Так, тут у меня еще с утра посуда не мытая стоит. С утра поели яичницу и в кино пошли на 10.40. Пешевочком через лес прогулялись хорошо так. Погода хорошая. Плюс один было. сейчас вообще плюс три. Погода. Ой, а снег-то какой повалил. Смотрите. Чего, не верите, что плюс три? У нас потеплело. Ой, а снег какой. такие крупные снежинки, пушинки такие обалденные. Крупные, крупные. телефон наверное не передает вот этого всего. Все это красотища, к сожалению. К сожалению. Прям как царствие снежной королевы. Так, у меня тут блины сгорели, пока я тут лялякую. Пока я тут навожу тень на плите. сковородка лучше, ребята. У меня тут с утра стоит сковородка тоненько яичницу жарила с утра. Я на ней зажарку делаю, яичницу жарю, там бортики повыше. Вот попробовала один блин на этой сковородке испечь, получается фигня. А вот на этой нормально. Так, все. Может нам по три блинчика хватит, или на всякий случай по четыре сделать. остальные потом запеку. Все. Короче, сейчас еще по одному и все. Еще один испеку, остальное потом. По крайней мере, чайку попью. Потом посуду надо будет помыть. Кстати, я выбросила все, они у меня завяли. Вон мусорном бедре лежат. Ой, розы. Тек, конечно. Ничего не поделаешь. Ну, почти неделю простояли. Если я за ними ухаживала, может быть, и больше бы простояли. Тебе 10. Все. Пока хватит. Четыре блинчика. Я думаю, что нам хватит чайку попить. Больше пока не надо. Может быть, даже этого многовато для меня. Наверное, мне бы и двух хватило. Тем более, я один уже съела. Попробовала, так сказать. Так, ну, что у нас тут? Горим, не горим? Короче, переворачиваю и выключаю плиту. Сейчас пойдем чайку побьем. Потом я это дело доделаю. Так. 4 блинчика со сметанкой черный чай там у нас еще можно со сгущенкой сгущенка есть мы сладкие уже не хотим там же полбанки икры красным осталось вот может быть красной икрой поесть в общем ладно всем пока я пошла есть блины вот ребята добрый день время 15.06 я допекла блины вот при вас последний блинчик выложила по 4 штучки съели здесь еще штук 12 очень все блины я допекла осталось только посуду помыть так мусор сейчас я еще не вынесла я вынесу так тут какая-то передача ну ладно или не будем о грустном так все у нас хорошо блины до печени мы их сегодня сиди здесь у меня яблочки влазе цветы я уже выбросила потому что они у меня засохли так что с цветами все зима закончилась 8 марта прошло цветы забрали цветы выбросила эти яблоки я купила на днях такие вкусные сладкие сладкие такие прямо ароматные шикарнейшие яблоки вот я купила килограмм полтора вот три штуки осталось они такие крупные тут одно одно яблоко пополам вот одно только мелкие а вот эти два крупные прям хорошие яблоки обалденные просто конечно я понимаю что сладкие не очень полезно лучше кисло и зеленые яблоки самые полезные но вот эти очень вкусные они прям не то что сладкие не медовые какие-то там на что за сорт просто обалденный я всегда покупаю даже название не посмотрю так ладно ребятки что мы еще показать так гирлянда пусть висит до конца марта как начнет таять снег как снег растает я гирлянду сниму пусть еще недельки две повисит 3 пока снег не растает ну что ребята вам хочу сказать и вот сейчас вам кое-что покажу видите там на детской площадке люди в кружок собрались это жильцы вот этого нового дома вот это они так дружненько отмечают все праздники на детской площадке они отмечаются праздники вместе все жильцы вот сейчас и зачем там бухи конечно нужно наверное вот ближе не могу приблизить ну вы видите не знаю как сделать ближе короче люди отмечаются праздники вместе вот они там на детской площадке за гаражами все началось с того что они новый год отмечали там вместе на этой детской площадке кстати вон елка там центре круга там клуба летом зимой вот они туда елку воткнули они отмечали там новый год сейчас они там отмечают масленицу вместе они уже сожгли чучело масленицы я не знаю чем их там блины чай челник там может что-то покрепче ну короче вот так вот дружненько в жильцы нового дома отмечаются праздники вместе на детской площадке по крайней мере новый год масленицу вот насчет мне теперь интересно будут ли они также пасху отмечать вместе но пока только вот заселились первый год конечно полны энтузиазма и денежки еще наверное есть отмечать праздники общие в общий котел все обычно в нашем доме когда только заселились первое там год-два-три тоже дружненько там жили и ну конечно мы праздники не отмечали ну все было так знаете достаточно дружненько а сейчас уже прошло 20 лет энтузиазма пара поубавилась денежки тоже уменьшились многие уже пенсионеры вот мы когда сюда приехали ребята мне было 35 лет 2000 году мы заселились в апреле кстати в этом году будет ровно вот 5 числа 5 апреля будет ровно 4 ровно будет 21 год как мы сюда переехали из москвы химки до этого я жила 16 лет москве с переменным успехом жила в основном я жила в орехово-борисово мы были там какие-то четыре года все промежутки в середине когда я жила метро коломенская а так я в орехово-борисово в основном ходили там парк царицыно гулять когда жила на коломенской в парк коломенская ходили гулять вот сюда переехали в апреле 2000 2000 году в юле мне исполнилось 36 лет был мой год 2000 год дракона вот но когда вы переехали в апреле мне еще не было 36 не было еще 35 но это был мой год уж поэтому он был такой удачный не было мой был год 36 так сказать в июле 36 от дракона купили квартиру переехали сюда тоже были молодые полносил энтузиазм и вот прошло 21 год сил поубавилась энтузиазма тоже представляете ребята мне было 35 лет 21 год сейчас 47 будет 57 будет в июле я уже сбилась со счета ребята какой ужас вот так прошло 20 лет слава богу я на бабку еще не похожа еще как бы держусь но 57 я помню когда у меня мать пошла на пенсию 55 лет мне казалось что 55 это старость такая глубокая старость конец жизни ну когда я я пошла на пенсию я вообще не мог не могла понять причем тут я и пенсия сейчас 50 лет не выглядит как раньше 40 45 то есть то ли люди как-то жить стали дольше то ли царские времена вот как вот в описаниях там рассказах романах льва толстого помните там такие были выражения в комнату вошел 40-летний старик представляете 40-летний мужик считался стариком а сейчас вроде и 60 еще ничего он как прыгать на сцене тот же гадманов например вот уже и 60 и 7 а пугачева вчера я видела в передачи там был какой 95-летие юбилей зацепина они отмечали телевидение там собрались вот и сидит зацепен ему 95 прекрасно выглядит я тоже понимаю что там зарядку делать йогой заниматься все понятно вот а пугачева рядом с ним сидит вообще как 45-летняя девушка то есть я же тоже уже там за 70 она живут младше моей матери года на два ну на четыре максимум если моя мама в этом году 75 в августе будет юбилей то пугачевой вот с какого она года моя мама 46 а пугачева наверно либо 49 либо с 50 я думаю что она 49 я как-то в интернете смотрела значит в пугачевой 15 апреля в этом году ей исполнится 72 сейчас и 71 уже в апреле 72 моей маме 75 в этом году на три года она младше выглядит конечно по-разному вот что значит если у человека есть средства деньги желания если за собой ухаживать то и 72 можно выглядеть на 45 я честно говоря пугачева вчера даже не узнала в этой передаче смотрю думаю она не она но то что она давно похудела это понятно ну и еще так вот так лицо так вот хорошо она выглядела вообще молодец похудела помолодела лет на 20 вот с кого пример надо брать вот сравнить мою мать и пугачева это небо и земля хотя разница три года у людей то есть это значит от человека все зависит вы не столько от человека может быть там конечно средств вложено немерено но все-таки вот если как-то немножко постараться то можно неплохо выглядеть даже в 72 73 то есть сейчас ребята такие технологии так из есть возможности и средства что можно до 75 выглядеть на 45 вообще вот можно выглядеть до 75 нормально но когда будет нам 75 может быть и 85 уже можно ну если прогресс шагет вперед может до 85 мне интересно кто 85 нормально выглядит есть такие вот 75 я уже видела но 73 пугачёва нормально выглядит вообще идеально русского пример то брать на щететка молодец офигенная такая сидит ее даже не узнала вообще я пугачева мне всегда нравилось вот всю жизнь она мне нравилась всегда я ее любила вот у меня тетка есть а у меня есть алла она вот ее не любит почему-то она обожает преснякову вот она тоже с молодости любила ансамбль самоцветы преснякова вот преснякова для нее идеал кстати тоже хорошо выглядит вот а я всегда пугачева любила вот как услышала вот эту песню 75 году орликина все я как заклинило я вот всю жизнь любила вот на концерт тут москве ходила пару раз на ее концерт цветы ей ручала лично на сцену выходил очень были времена ребята ладно в окно и так хочется в окно выглянуть ну по понятным причинам я этого делать не буду надо ребятушки всем пока пошла я видео монтировать так еще раз прошу всех прощения кого обидела больно и не больно прощаю я прощаю всех и вы меня прочтет простите хитро в том числе я с ними связываться больше не буду просто я этих людей не хочу не видеть не знать и слышать ничего поэтому я их просто бар и больше не общаюсь все свидание как говорится на что боролись на то и на боролись мне эти люди больше не интересны меня своя жизнь у них своя очень всем пока до понедельника завтра пойду за посылкой будут буду разбор посылки обзор посылки там снимем обзор все всем до завтра